В Мастиславской деревне Коробчино скоро появится самый настоящий сельский кластер. Это модное слово обозначает класс родственных элементов. И в Коробчино происходит кооперация как раз таких элементов. Агроэко-усадьбы, молочного подсобного хозяйства и ремесленников. Все это инициативы людей при поддержке местных властей и с грантом Совета Европы. Как рождается сельский гастрономический туризм? Смотрите в нашем сюжете. Осенняя малина, конечно, вкусная. Вообще здесь у нас 11 сортов малины. И каждая отличается своим вкусом. Вы можете посмотреть, какая великолепная ягода. Малина – осеннее чудо, но на усадьбе, кроме нее, есть более трех десятков сортов клубники. Один из них – царица вдруг дал ягоды в октябре. И это еще не все. Я специально выращивала черри разного цвета для того, чтобы можно было красиво декорировать и подавать те или иные блюда. Или, скажем, специальные были томаты для фаршировки. Несколько необычно, но это действительно очень-очень эффектно. Духмяны сад – удивительное место. Хозяева усадьбы супруги, уроженец деревни Коробчино, привез на свою родину жену-москвичку. Вместе они старый дом и участок земли над Вихрой превращают в эко-гастросад. Здесь есть все. Жучка, которая дружит с людьми и котами, куры-несушки с мохнатыми лапами, а также новейшее творение селекционеров в саду и огороде. Хорошо вам здесь? Очень. Очень. Здесь просто край деревни, природа сумасшедшая. Здесь обалденно красиво. Деревня Коробчино – фактически пригород Мстиславля. Здесь живет почти четыре сотни человек. Образ жизни вполне городской. Местные работают чаще всего в райцентре. За продуктами ходят в магазин и мало кто держит хозяйство. Но именно здесь развивается гастро-экотуризм – перспективное направление турбизнеса. А ключевое слово – сотрудничество. Соседи и коллеги кооперируются для того, чтобы развиваться и зарабатывать. В семейном подсобном хозяйстве Екатерины и Алексея – семь коров. При этом супруги – педагоги и работают по специальности. Ну, не знаю. Педагог все-таки – это, наверное, больше всего призвание. И коровки – это тоже определенные детишки, которых надо воспитать, и с которыми определенная семья. Ну, как их не любить? Любовь к своим молочным продуктам заставила супруга в косик начать большое сельское дело. Все постигается методом пробы и ошибок. Катя говорит, что когда она работает с детьми, то это моральная отдача. А дома с хозяйством – физическая. Кроме того, общение с животными – это еще и антистрессовая терапия. Я с детства даю коров. Ну, то есть я умела. Мама научила. Поэтому ничего трудного в этом нет. А когда надоешь, видишь свой удой, то прям душу радует. Творог и сыр теперь активно используются в приготовлении еды на гастроусадьбе. Соседи тоже не стоят на месте. Их проект поддержал Грант. Вот за нашей спиной находится цеплица, которая при поддержке ПРООН и Центра развития малого предпринимательства помогли купить. То есть проспансировали нашу покупку. Это у нас будущий рассадник. Рассадник – это для выращивания рассады клубники и томатов, потом цветов. Пока на весну на усадьбе Духмяный сад откроется только одно рабочее место в теплице. Но если дело пойдет дальше и будет успешным и прибыльным, то и новое не заставит себя ждать. Цель хозяев – создать большое тепличное хозяйство. Около гектара земли, где стояли старые дома, передал инициативным людям сельсовет. Интересный момент. К сообществу новых сельских бизнесменов присоединились и мстиславские ремесельники. На усадьбе показывают работы мастера по дереву. Облагородить усадьбу и показать людям, что ты на что-то способен, и действительно показать работы, чтобы это все гармонировало. Ну и не забудем про главную цель проекта – привлечь туристов, дать им отдых и вкусно накормить. Получается все натурально, вкусно, экологично, прекрасно. Для души и тела замечательно. А на лоне такой природы – это просто сказка. Татьяна тут же готовит итальянский салат «Капрезе», но из местных продуктов. Листья, горчицы, руккола и томаты прямо с грядки. Сыр от соседей, клюква, изюминка салата по-коробчински из леса. А малина и морковь – основа и украшение тортов. В общем, ешь, смотри и люби. По сути своей, я считаю, что такие места, как наша гроусадьба, должны быть в каждой, наверное, деревне, чтобы была возможность у людей реализовать свой какой-то потенциал творческий. И природа этому располагает всецело. Редактор субтитров А.Семкин